Некоторые люди задавались вопросом, как женщины прошли путь от Бетти Крокер до современных женщин. В этом видео мистер Кевин Сэмюэлс объясняет, что произошло и когда. Я согласен с тем, что он говорит. Однако, когда это произошло, феминизм зашел слишком далеко. Причина, по которой они зашли слишком далеко, заключалась в том, что речь шла о зарабатывании денег, а не о помощи женщинам. Лидеры феминистского год движения в это время намеренно лгали женщинам. В моем следующем видео, я покажу писателя из журнала под названием Чесмополитан. Она объясняет, что они сделали и почему они это сделали. Еще в 70-х, 80-х и 90-х годах такие как Космополит, как Космополит и хорошее ведение хозяйства, были Евангелием для женщин. Эти типы журналов принадлежат женщинам и управляются ими. Женщины, которые богаты. Таким образом, у них были ресурсы для проведения исследований. Кроме того, женщины верили, что женщины было и никогда не лгали женщинам только для того, чтобы заработать деньги. И все же они говорят, что это то, что делают мужчины. Поэтому женщины по всему миру, голливудские фильмы, телевизионные новости и ток-шоу, все цитировали то, что говорилось в статьях в этих журналах, как правду. Но все это было ничем иным, как ложью. Они смеются всю дорогу до банка. И я действительно видела статью, и это было в журнале «Хорошее ведение хозяйства». О том, как одна женщина, снимавшаяся в фильмы для взрослых, сблизилась со своей матерью. Хорошее ведение хозяйства. Этот район, который вы видите, называется Чикагская речная прогулка. Я также снял видео Чикагской прогулки по реке, которая длится около 45 минут. Та ниже приведены некоторые причины, по которым женщины в Соединенных Штатах больше не нуждаются в мужчине, в котором они находятся. Здесь, в Соединенных Штатах, у нас есть так называемые продовольственные талоны. Продовольственные талоны – это государственная программа, которая предоставляет деньги бедным людям на покупку продуктов питания. Еще в 70-х, 80-х и 90-х годах прошлого века талоны и питание, которые давали семье достаточно денег, чтобы купить еды на месяц. Сейчас у людей хватает денег только на то, чтобы купить еды примерно на две недели. Кроме того, у нас также есть то, что называется раздел 8 жилищного строительства. Раздел 8 жилья предоставляет жилье для малоимущих. Однако из-за правительственных сокращений в настоящее время существует десятилетний лист ожидания. Кроме того, из-за сокращений правительства все больше и больше женщин с детьми выселяются и оказываются на улицах. Самый высокий процент выселяемых и воробрасываемых на улицу женщин – чернокожих женщин с детьми. В феминист-движении они считают, что многие социальные программы будут урезаны, что женщины хуже или плохой позиции или ситуации в будущем. Да, сегодня, у многих женщин говорить, но недостаточно из них продолжали борьбу. Недостаточно из них предпринимают это, чтобы гарантировать, что они не потеряют того, чего они достигли. Кроме того, в 70-х, 1980-х и 1990-х годах бедные получали бесплатное медицинское обслуживание, которое называется «Медичаить». В 2000-м консерваторы в правительстве как бы убили эту программу. Но президент Обама с помощью либералов в правительстве смог вернуть это. Дело в том, что ты феминист сделала много хороших вещей. Женщины больше не нуждаются в мужчинах для обеспечения или защиты. Однако феминистки всегда забывают, что мэн сделала мир таким безопасным, что женщинам больше ни для чего не нужен мужчина. Теперь мир настолько безопасен, что женщины могут путешествовать в другие страны в одиночку. Ты феминист мове ментазь гивену о миналот мури аптион сандь, свободы. Женщинам больше не нужно учитывать, сколько денег зарабатывает мужчина. Женщины могут зарабатывать больше денег и при этом иметь семью. Плюс, из-за социальных программ, таких как талоны на питание и жилье по разделу 8, даже бедным женщинам мужчина больше ни для чего не нужен. Однако одна из главных проблем заключается в том, что никто не учил женщин, как быть в отношениях или в браке в мире, подобном атому. Страна, которая имеет лучшие социальные программы для женщины – Исландия. В Исландии многие женщины больше не хотят выходить замуж. Вместо этого они меняют мужчин каждые 5 лет и рожают детей от каждого мужчины. Сейчас так много людей в Исландии связаны друг с другом, что Исландии пришлось создать компьютерное приложение, которое позволяет вам узнать, является ли человек, с которым вы хотите встречаться или начать отношения, вашим братом, сестрой, тетей, дядей или двоюродным братом. Люди в Исландии должны проверить это компьютерное приложение, прежде чем они сделают что-то, о чем потом пожалеют. У ОМИН в Соединенных Штатах по-прежнему ищут мужчин с модой и не статусом. И все же, когда они находят мужчину с оней статусом, они разводятся с ним, потому что выясняют, что не любят этого мужчину. Им нравился только стиль жизни. В конце дня, когда ты закрываешь дверь, остаешься только ты и он. Человек, с которым тебе приходится жить изо дня в день. В прошлом мужчина зарабатывал деньги, но мужчина никогда не обвинял женщину в том, что он заработал деньги. Если его жене что-то было нужно, она могла получить деньги, когда хотела или нуждалась в них. Большинство женщин не знают, как справиться с ситуацией, когда она не зарабатывает на своего мужчину. Женщины все еще хотят, чтобы к ним относились как к принцессам. Однако из-за феминизма принцесс больше не существует. Больше никаких королев. Больше нет никаких королей. Есть только мы. Еще несколько вещей с прежде чем мы перейдем к видеоклипу. Ян в конце 1990-е, консерваторы в правительстве были тонко умеют вырезать множество наших прав. Сейчас талонов на питание хватает только на около двух недель, а в секции 8-й корпус очередь рассчитана на 10 лет. Однако женщины все еще могут компенсировать это выплатами на содержание ребенка от мужчины. Таким образом, даже при сокращениях правительства женщины все еще могут пользоваться преимуществами брака, но без участия мужчины. Еще в 80-х и 90-х годах у нас был отпуск по семейным обстоятельствам. Это означало, что если у вас был ребенок, и отец, и мать могли взять четырехнедельный отпуск, чтобы ухаживать за ребенком. Из-за этого закона я получил много временных работ. Этого закона сейчас нет, но либералы пытались вернуть его. Плюс, в 70-х и 80-х годах вам платили за ваши 10-15 минутные перерывы. Кроме того, у вас есть время и рычаг, если вы работаете более 8 часов в день или более 40 часов в неделю. Это означало, что если вы зарабатывали 10 долларов в час, то это увеличилось до 15 долларов в час. Плюс, если ты работал в праздничные дни, то получал двойное время. Таким образом, 10 долларов в час увеличились до 20 долларов в час. Кроме того, в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века минимальная заработная плата равнялась прожиточному минимуму. Вам заплатили достаточно, чтобы оплатить аренду, еду и купить подержанную машину. В колледже, с соседом по комнате, я получал достаточно от своей работы неполный рабочий день, чтобы оплачивать аренду, еду и покупать подержанную машину. На консерватора в правительстве приняли ЕСЭ вещи подальше, и либерал Игави пытался все вернуть. Так вот, мистер Кевин Сенуэлс был неправ в одном. Вероятно, это потому, что он был недостаточный стар, чтобы уйти на пенсию. Он всегда говорил, что многим женщинам не хватит денег на пенсии, чтобы платить за аренду, еду и другие вещи, когда они достигнут пенсионного возраста. Я недостаточно взрослый, чтобы получать пенсионные пособия, но я получаю пособия по инвалидности. Мои пособия по инвалидности равны тому, что я получал бы при выходе на пенсию. Поскольку я больше не могу работать, это сумма дохода, которую я буду получать до самой смерти. Поскольку это не так уж много денег, мне пришлось подумать, где я могу жить, и это главная причина, по которой я переезжаю за границу. Однако в Соединенных Штатах есть жилье с низким доходом для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Если вы живете в одном из этих мест, и после того, как вы заплатите за аренду, еду и все такое прочее. Возможно, вы будете ежемесячно получать небольшую надбавку за хороший и подержанный автомобиль. Но большинству придется воспользоваться общественным транспортом. Таким образом, вы не окажетесь на улице. Однако все, что вы сможете делать, это сидеть в своей квартире, смотреть телевизор и ждать смерти. Я решил, что если это мое будущее, то с таким же успехом я мог бы заняться этим на пляже. Назад, в девяностых годах девятнадцатого века, моя семья поместила одну из вещей сына неофтесси домов пенсионеров. Однако, если ей нужно что-нибудь, все, что она не позвонила мне или моему брату Ами, им и болт отвезти ее места или сделать это для нее. Закон о здравоохранении, принято обеспечивает транспорт для пенсионеров с низким доходом. Здесь, в Чикаго, лим нужно сделать, это вызвать убер, лыфт, граб или что-то подобное. Моей тете за семьдесят, и многим женщинам в этом районе за семьдесят, одиноким женщинам. И все они помогают друг другу. Кроме того, до того, как я заболел и раком, я была главным человеком в округе, который помог многим из этих женщин. Тот, у кого не было семьи рядом. Кроме того, новый закон о здравоохранении оплачивает услуги личного помощника по уходу на дому. Так что благодаря президенту Обаме со многими из этих женщин все будет в порядке. Где произошел этот сдвиг? Когда это произошло? Примерно в конце шестидесятых, начале семидесятых с феминизмом. С феминизмом третьей волны, потому что они приняли движение за гражданские права, которое оказывало влияние на чернокожие сообщества. Воспитание чернокожих мужчин и женщин. И вот, феминистское движение говорит чернокожей женщине, «Эй, присоединяйся к нам, чтобы добиться прав женщин и равенства. Мы только что закончили нашу борьбу за равенство», сказала чернокожая женщина. «Ну да, вы знаете, нам тоже нужно равенство». Разница в том, что чернокожие мужчины не имели власти над чернокожими женщинами, чтобы угнетать их. Вам не нужно было равенство с нами, у них уже было равенство. Но тогда вы получаете феминизм. Появление абортов. Таким образом, у женщин есть репродуктивный выбор. Вы получаете лучшие контрацептивы. И тогда все больше женщин начинают ходить в школу и на работу. Итак, в основном, чернокожим женщинам давали. Чернокожие женщины предпочли воспользоваться всеми этими достижениями. Образование, репродуктивный выбор и все такое прочее. Но это не означало, что ты должен был расстаться со своими людьми. Все это происходило со всеми группами женщин. Затем появился девятый титул. И женщины больше учитывались в девятом разделе и позитивных действиях. И все это достигло кульминации в 80-х и 90-х годах, когда чернокожим женщинам было предоставлено преимущественное отношение при принятии решения о найме и тому подобном. Бэби-бумеры и поколение Икс вроде как повернулись спиной к нашим семейным традициям. И это то, с чем мы как бы боремся прямо сейчас. Понимали ли они долгосрочные последствия или что-то еще. Но в основном женщины отделяли себя от своих мужчин до такой степени, что они говорили, ты мне не нужен. Нет, я нужен тебе не для еды, защиты. Приюта. Женщины променяли своего физического мужчину на правительственное учреждение. Полиция, пожарные, охрана. Теперь это твой мужчина. Занятость. Кто дает тебе работу, чтобы получать свои деньги с работы? Так зачем тебе сейчас мужчина? Половина. И если вы решите, что хотите размножаться, тогда ребенок. Но потом, после этого. Чего мы не можем сделать, так это вести себя так, будто у нас нет проблемы. В 60-х годах прошлого века уровень рождаемости среди одиночек составлял около 25%. И было объявлено чрезвычайное положение в стране. Сейчас 8 из 10 детей рождаются вне брака. Доля чернокожих женщин, состоящих в браке, составляет каждую четвертую, и она только снижается. Это не имеет значения из-за образования или чего-то еще. В конце концов, чернокожие мужчины зарабатывают больше, чем чернокожие женщины. И у вас может быть степень доктора философии образования. Но цифры говорят сами за себя. И суть в том, что 75% наших женщин зарабатывают менее 50 тысяч долларов. И ты не выходишь замуж. Значит, у вас не две семьи. Нуклеарная семья и расширенная семья. Ни одна западная цивилизация не создана для того, чтобы заботиться об отдельных пожилых людях. Итак, что должно произойти? Мы вот-вот начнем наблюдать эпидемию. Скоро мы начнем видеть много вертлявых незамужних старых дев. И это не будет выглядеть красиво. Потому что что происходит с мужчинами, которые не могут позволить себе позаботиться о себе. Они не могут обратиться к правительству из петиции о предоставлении дополнительных льгот. Они оказываются на улице. И это то, что вы начинаете видеть. Самая большая группа впервые оказавшихся без крова. Это женщины и женщины с детьми. Потому что они не привязаны к мужчине. Субтитры создавал DimaTorzok